Всем, кто уже сдал экзамен, соболезнуем. Я брала себя в руки и вот занималась литературой. Это ежедневная работа, проверяющий закрыл на них глаза. Лекции от Дмитрия Быкова, моего любимого и глубоко уважаемого. Я смотрю на эту природу, а мне попался еще и Есенин. Я смотрю, вдохновляюсь. Вообще, забудьте, забудьте. Привет всем любительницам DIY! С вами я, Вика Лайн. И сегодня я вам расскажу про свой опыт сдачи ЕГЭ по литературе. Экзамен я сдала на 97 баллов и допустила ошибку в аргументации в 17 сочинении. Поэтому я считаю, что могу поделиться своим опытом, посоветовать вам что-то. И надеюсь, это видео, конечно, будет вам полезным. Всем, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ, я желаю удачи. А всем, кто уже сдал экзамен, соболезнуем. Поехали! И начнем мы, конечно, со структуры экзамена. Насколько я помню, в 2022 году собираются немного изменить ЕГЭ. Поэтому, наверное, моя структура будет не совсем актуальна. Но в целом, на моменты 2021 года в экзамене было 5 сочинений. По 2 попарно про прозу и про лирику. И последнее большое сочинение, в котором вы можете выбрать тему, одну из 4. Конечно, подготовку к экзамену лучше всего начать с кодификатора. Вы распечатываете себе список или сохраняете на телефон и смотрите все произведения, все стихотворения, которые вам нужно прочитать. Я искренне советую вам это сделать. Если у вас осталось 2 года до ЕГЭ, даже год до ЕГЭ, все равно возможно прочитать в полном содержании произведения. Лично я, да, читала абсолютно все в полном содержании. Если у вас нет возможности прочитать все полностью, тогда я советую вам соединять краткие содержания, чтения, анализов и критических статей. Потому что таким образом вы узнаете как можно больше всего произведений, как раз того, что нужно будет дальше применять в сочинениях. И даже если вы прочитали полное содержание текста, то тоже желательно прочитать анализ и критические статьи. Таким образом вы сможете структурировать всю информацию у себя в голове и на экзамене ее выдать. Что включает в себя работа с прозаическим текстом? Конечно, вы должны запомнить автора. Лучше всего с инициалами. Пожалуйста, это не так сложно. Также важно знать полное название произведений. Даже если это песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого куца Калашникова. Полное название всегда можно сократить. А если проверяющий вам не зачтет кратко, то тут уже баллы вы свои не вернете. Важно выделять в произведении тему, идею, проблему. Ну, главные герои у меня запоминались и так. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы вы не путали имена героев. Сюжет для ЕГЭ по литературе в мельчайших подробностях знать не обязательно. Последовательность действий в «Капитанской дочке», честно, я до сих пор не знаю. Но, например, вот этот вот ландыш в «Тихом доне», на который смотрела Аксинья. И вот эти вот мельчайшие детали, которые вам помогут потом при анализе, за которые вам потом поставят хорошие баллы. Это очень важно. И сама лично я очень любила использовать в сочинениях, например, цветовую характеристику. То есть, вот вы берете преступление «Наказание», смотрите на желтые обои, говорите, что все плохо, там душно, жарко. Это подталкивает Раскольникова к преступлению. Или, например, описываете интерьер. То есть, говорите, что комната Раскольникова представляла собой каморку, то есть замкнутое пространство. В нем ему было некуда развернуться, а он пошел совершать преступление. Условно. И так можно работать с абсолютно каждым произведением. В поэмах, романе, в стихах, балладах, то есть во всех лироэпических жанрах я советую все-таки вам запоминать цитаты. Это не так сложно, если вы выберете, например, одну строчку, две строчки. Возможно, вы выучите определение. То есть, например, словосочетание, где будет один эпитет. И это вам тоже, конечно, зачтется в анализ. Что я думаю насчет цитат в прозе? Они, конечно, не обязательны, но ими тоже очень хорошо вы подтверждаете текст. То есть вы, например, говорите, что Обломов был слишком изнеженным для мужчины. Вот изнеженным для мужчины это как бы цитата из текста. И все, вы победили. Для всех этих записей лучше всего ввести большую тетрадь. Сейчас я вам их покажу. Получается, за год я исписала вот эти две тетради, а четыре. Да, да, да. И потом по ним очень удобно было повторять информацию прямо перед ЕГЭ. Что же касается стихотворений. На мой взгляд, это сначала была самая трудная часть экзамена, но потом я ее очень сильно полюбила, начала учить стихотворение, и все стало хорошо. Мне кажется, что анализировать лирику не так сложно, как прозу. Например, вы просто можете взять сравнение. Вот как в стихотворении Пушкина «Узник» лирический герой сравнивается с орлом. Все, пожалуйста. То есть тем, что они оба за решеткой, что орел — это символ свободы. Часть сочинения у вас уже готова. Желательно, конечно, разобрать все стихотворения с кодификатора, и даже больше. Самая главная работа, которую вы должны провести со стихотворениями, это выделить как можно больше разных тем, и записать их, например, по три стихотворения разных авторов, попытаться заучить строчки и проанализировать эти стихотворения, и попытаться найти в них сходства и различия. Как раз это нужно для 16-го сочинения, которое было в 2021 году. Для этого вида работы у меня была отдельная тетрадь. Например, вот. Вот здесь у меня по четыре темы написано, и для каждой темы по три стихотворения. И не всегда эти стихотворения как раз были с кодификатором. На самом деле, мне кажется, что я с этим переусердствовала, и у меня, по-моему, было около 120 тем. Скажу вам, что есть разные системы того, как можно выучить стихотворение. Можно учить прям построчно для каждой темы, но мне лично кажется, что не так сложно выучить полное стихотворение, если там, ну, условно, три четверостишие, или, например, одно четверостишее из стихотворения, или, может быть, взять выборочно эти четверостишие из большого стихотворения, чем учить строки и потом их как-то вспоминать. Наверное, самое главное все-таки в системе ЕГЭ, это не то, как вы знаете текст, не то, как вы можете его сходу анализировать, а все-таки это ежедневная работа. Когда вы, например, пишете несколько сочинений в неделю, когда вы ежедневно учите стихотворения, цитаты, ежедневно делаете эту чертову таблицу по лирике, да. У меня, по-моему, на это ушло полгода, каждого утра перед школой я брала себя в руки и вот занималась литературой. Не менее важным аспектом экзамена являются, конечно, ошибки речевые, которые меня съели, и насчет которых я очень сильно переживала, но в результате у меня не было речевых ошибок, или просто проверяющий закрыл на них глаза, но ладно, не важно. Навык того, чтобы не допускать речевые ошибки, он формируется в течение того, как вы пишете сочинения, поэтому чем больше сочинений вы, скорее всего, напишите, тем меньше речевых ошибок, наверное, вы будете допускать. Но вот чтобы попытаться их избежать на самом экзамене, я вам, конечно, советую оставить из трех, получается, 55, которые даны на сам экзамен, где-то полчаса на то, чтобы прочитать все ваши сочинения, которые уже к тому моменту переписаны, перечитать, исправить, возможно, зачеркнуть моменты, которые вам не нравятся, как звучат. Сначала вы прочитали в одну сторону. Есть еще, я знаю, способ проверки текста, когда вы читаете с конца до начала. Мне это лично не помогало, у меня не хватило на это времени, но я знаю, что это один из самых единственных способов. Наверное, еще одной проблемой экзамена является то, что на него отводится, на мой взгляд, очень мало времени. Когда я только начинала писать сочинения в сентябре, я, честно, не успевала написать их все пять даже за шесть часов. То есть я садилась, я не могла, во-первых, усидеть на месте, но это ладно. А во-вторых, я в целом не успевала просто в четыре часа. И в конце я вышла на уровень того, что я дома, по-моему, написала полную работу с тестом и сочинениями за, по-моему, полтора часа или за два из четырех. То есть это просто прекрасно. Еще одна не менее важная часть работы это, что вы должны реально продумывать сочинения перед тем, как их писать. То есть, например, у вас какой-то вопрос. Вот. Какие чувства испытывает здесь лирический герой? Ну, самый банальный, наверное, для любого стихотворения. Вы прочитали сначала несколько раз это стихотворение и потом подумали, какие два чувства испытывает здесь лирический герой. Ну, предположим, это патриотизм и какая-нибудь, не знаю, любовь к природе, что он там находит с ней гармонию и так далее. И как только вы придумали эти две точки зрения, две позиции, два как бы ваших аргумент, то все, вы можете писать сочинение прямо на чистовик. У вас должен быть план к каждому сочинению. Экзамен реально написать за 4 часа, если особо не переживать, не паниковать, часто не выходить из аудитории экзамена и не пользоваться шпорами. И, конечно, если не писать все сочинения сначала на черновик, а потом на чистовик. Но мне кажется, это действительно убийство времени и уж гораздо лучше, чтобы у вас были эти ошибки, зачеркивания и так далее. Проверяющие прочитают, чем вы потом не успеете что-то переписать. И вот будет такая обидная проблема, что у вас снимут очень много баллов на это. Дальше, наверное, многие из вас зададутся вопросом, какие сборники лучше покупать, с кем готовиться и так далее, с кем это делала я. Ну, самый основополагающий сборник, это, конечно, от FIPI. Обратите внимание на то, что на ЕГЭ не могут попасться прозаические тексты или эроэпические, которых нет в кодификаторе. В сборнике FIPI было произведение Бунина «Антоновские яблоки», по-моему, которого в целом нет в кодификаторе. Это как бы дано для тренировки, но вот такой тоже тонкий момент, что зачем вам тренироваться на том, что вам точно не попадется. Есть также, на мой взгляд, очень полезная книга. Это русская литература для всех, от сухих. В ней подробно разобраны все произведения для ЕГЭ. А для тех, кто сразу привык воспринимать информацию структурированно, я посоветую литературу в схемах и таблицах от Титаренко и русскую литературу в таблицах и схемах от Крутецкой. Честно, сама на этапе подготовки только, еще в 10 классе, я пользовалась этими сборниками, но потом перестала. По ряду причин. Во-первых, потому что я начала все-таки покупать разные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ. По моим собственным ощущениям, по тому, как подается материал, мне очень понравились курсы Марии Петровны. А именно, я покупала лекции в Телеграме. Дано чуть больше информации, чем реально нужно для ЕГЭ. Ну, это безумно интересно, честно. Я вот слушала ее лекции с большим удовольствием. Еще, кстати, я покупала вот у Марии Петровны же таблицу по лирике, откуда я брала, наверное, большую часть тем. Другую часть я просто находила в интернете, тоже по каким-то таблицам, возможно, в процессе работы и в процессе написания сочинений. Получается, что весь 10 класс я осмотрела лекции Марии Петровны и досмотрела их летом перед 11. А весь 11 класс я занималась в умскуле. Мне кажется, что вот их система повторения материалов, условно, по 10 раз, она очень действенная и помогает людям, которые отдельно не сидят и не запоминают материал, действительно его запоминать. Умскул дает то, что нужно именно для ЕГЭ. Очень ограниченный спектр знаний, которые, наверное, в будущем вам не так сильно пригодятся. Но если, конечно, ваша цель, как и моя, была когда-то сдать ЕГЭ на 100, то отлично подойдет. Именно благодаря им я написала большое количество сочинений и держала себя в руках, а не расслаблялась, как это можно было сделать, например, на любых праздниках. Бесплатных лекций по литературе не так много. Например, вы, конечно, можете посмотреть лекции о Дмитрия Быкова, моего любимого и глубоко уважаемого, но они не совсем соответствуют тому, что вы должны писать на ЕГЭ. Это как бы личное мнение Дмитрия Быкова, и оно не всегда правильно и не всегда подходит под критерии ЕГЭ. Есть, конечно, такое мнение, что если вы будете писать абсолютно все и доказывать свою позицию примерами из текста, то даже самая условно-неправильная точка зрения станет правильной, проверяющие ее засчитают. Но зачем, как говорится, испытывать судьбу, если можно просто выучить то, как нужно им анализировать все произведения. И, пожалуйста, я вас прошу, ни в одном из своих сочинений не высказывайте свою собственную точку зрения. Я, мне кажется, на мой взгляд, вообще забудьте, забудьте. И чтобы, конечно, не совершать лишних речевых ошибок, вот, например, в Умскуле была очень жесткая система с тем, когда вы пишете фразеологизм, и когда вы пишете какие-то вот такие красочные обороты, которые, как вам кажется, украшают речь, всякие метафоры, эпитеты и так далее, ваши же. А Умскулах считают за речевые ошибки. Это было очень больно, и привыкнуть к этому было тоже сложно, но, наверное, отчасти это помогло набрать 97 баллов. Что конкретно попалось на ЕГЭ мне? Я могу сказать, что это был в целом средний уровень, не совсем легкий, как некоторые говорят, несложный, но точно. А из произведений у меня была «Шинель», какое-то стихотворение Есенина, не из кодификатора. И в 17-м сочинении можно было выбрать между Ленским, раскрыть, как автор к нему относится. Между темой «По кому на Руси жить хорошо?» я ее взяла. Я писала про Матрёну Тимофеевну Корчагину, просто три аргумента про ее качество. И было еще какое-то про лирику Тури Маяковского, но я такое не очень люблю. И что-то из современной литературы, я это даже сразу не читала. На самом экзамене у меня был в некоторые моменты ступор от того, что я не могу придумать сразу аргументы сходу, от того, что у меня заканчивается время, от того, что я не могу вспомнить ту самую цитату, которая у меня вертится в голове, это вообще самое страшное. Именно для таких случаев, конечно, я советую вам взять с собой какие-то материалы. Они будут вас морально поддерживать, говорить вам о том, чтобы вы совсем уж не переживали, что абсолютно все забудете. Душу будут сгреть, да? Вообще я очень люблю на экзамене, честно вам признаюсь, смотреть в окно. Я смотрю на эту природу, а мне попался еще и Есенин, я смотрю, вдохновляюсь и сижу, пишу про природу. Ну и, конечно, постоянно следите за временем. Когда вы идете на экзамен, у вас должен быть план того, как вы пишете сочинение. Всего у нас есть 3,55. Ну, 4, да, хорошо. Полчаса вы откладываете сразу на то, чтобы проверять. Потом вначале вы откладываете минут 10 на то, чтобы в целом все прочитать, сделать тест и начать уже продумывать потихоньку все свои сочинения. По моим, по-моему, ощущениям, я писала и 8, и 9, и 15, и 16, а где-то по полчаса. Всего в сумме на это уходит 2 часа. И на 17 остается, получается, полтора часа. Этого, на мой взгляд, более чем достаточно. И на продумать, и на писать, и на все остальное тоже. У вас время может быть по-другому распланировано, но обязательно должно быть распланировано. Если не получается написать какое-то сочинение, понятно, по принципу всей, наверное, школы, откладывать и потом к нему в конце вернете. Вот вроде бы и все, что я хотела вам рассказать. Если, конечно же, у вас остались вопросы, я очень активно отвечаю вам в комментариях, а вы их не стесняетесь задавать. Все люди, которые уже сдавали ЕГЭ, можете тоже писать в комментариях о своем опыте. А следующее видео будет про то, как я сдала русский на 100 баллов. И я этим, конечно же, не хвастаюсь. Нет, вы не подумайте. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И огромное спасибо вам за просмотр. Пока!